Доброго времени суток! Очередная публикация из лаборатории Fannie Moshun School на тему зачем пакетам с мицелию нужны фильтры Вот пакетик с фильтром вот пакетик без фильтра заклеенный абсолютно глухо наглухо вот покажем с другой стороны вот пакетик королевской вешенки вот здесь видим там немножко есть незарастание идея была в чем что того воздуха который находится в этом верхнем пакете приблизительно по объему равному нижнему хватит для того чтобы этот пакет развивался но статистически из одного пакета сложно сделать какой-то вывод давайте посмотрим еще какие-то варианты ну вот эти там с клеенными фильтрами для примера берем еще а вот этот тоже нацелим как видите без фильтра но вверху идет полноценное вроде зарастание но в нижней части как видим зерно остается абсолютно стерильным но в то же время произрастание произрастание ницелия вниз абсолютно не наблюдается ну из этого всего в общем и целом можно сделать один простой вывод что фильтр на для роста ницелия абсолютно должен быть абсолютно присутствовать то есть никакой объем воздуха никакие воздушные камеры там верхней части не восполняют потребности взаимообмена воздухом с внешней средой и вот именно этот воздух который находится там внутри вряд ли мы можем там его как-то ну это скорее всего казуистика потому что из большого количества пакетов где была произведена проба заращивать мицелий без фильтра в принципе результат казался ну плохим плохим результатом вот таким образом то можно сказать и в то же время вот это то количество пакетов которые которые заращивались тоже принципиально так была такая проба сделать какую-то партию вообще без использования фильтров то сразу после буквально вчера приклеивания все-таки фильтров на лицо очень быстрая колонизация всей поверхности вот этих мицеллярных блоков очень быстрое разрастание мицелия и вывод можно сделать только один что обязательно для роста мицелия просто необходим взаимообмен кислородом с внешней следой вот ярчайшим примером является вот этот блочок который который вчера буквально выглядел приблизительно ну где-то как вот так после приклеения фильтра он стал выглядеть вот так это фильтры мы добавили сегодня ввиду вышеизложенных выводов а вчера он выглядел вот таким вот образом сегодня он уже выглядит вот так так что относительно фильтров и относительно всех предыдущих изложенных материалов на эту тему чтобы вы понимали что не верьте никакому учителю и не верьте никаким учениям и даже мне потому что ни одно учение и ни один учитель ничему не учит из-за того что весь их предыдущий опыт принадлежит прошлому оттуда оттуда Продолжение следует...